Всем привет! С вами Алена Васильева, YouTube-канал Минавита Онлайн. Сегодня обсудим визит Светланы Тихановской и ее штаба в Соединенные Штаты Америки в Нью-Йорк. Зачем, почему, каковы будут итоги, что происходит сейчас? Ну, я думаю, что встречи с Байденом не будет. Встреча уже объявлялась и осенью на инаугурацию Байдена, обещалась нам поездка Тихановской. Я думаю, что если бы она могла быть, она бы уже и была, хотя, конечно, не ручаюсь. Но, тем не менее, все проходит пафосно, все проходит красиво. Заявляется оппозиция, создается уже дневник Светланы Тихановской, где говорится о том, что она избранный президент Республики Беларусь, охрана, встреча с белорусами, интервью и прочее. Мое внимание привлекло интервью издания американского The National Interest под названием «С помощью Байдена мы победим». Ну, не новость в течение последнего года бесконечных побед Нью-Оппозиции штабов с помощью кого-нибудь. Сейчас с помощью Байдена из Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, как это можно сделать. Может быть, высадится американский десант на территории Республики в Беларусь. Может быть, еще что-то. Но, тем не менее, название громкое. Ну, конечно, оно не отражает суть и не оно главное в данном интервью. Светлана Тихановская рассказывает о ситуации в стране, все традиционно. Светлана Тихановская рассказывает о Протасевиче, рассказывает о том, что в Беларуси появился древний сам издат, где якобы издаются некие рукописи, которые распространяются путем древних станков, издаются и распространяются среди деревень. Но это да бог с ним. Естественно, это не теплая ванна. Естественно, это не заготовленные домашние СМИ. Поэтому вопросы обязательно про Россию будут. И вопрос таков был. Ответ, как обычно прогнозируем. Ответ не меняется в течение года. Светлана Тихановская имеет свою заготовку в ответе, и она от нее не отходит. Реакция издания, безусловно, интересна, и я думаю, что в Америке многим вполне виден данный когнитивный диссонанс и, простите, игра в дурку с рассказами о том, что Россия и Беларусь не особенно-то интересны, нет большой угрозы, и мы не хотим портить отношения. При этом собираемся строить гражданское демократическое общество. Тихановская по-прежнему считает, что Лукашенко стал обузой для Кремля. Ее посыл заключается в том, что Беларусь и Россия всегда имели тесные связи, и эта ситуация не изменится со странением Лукашенко. Мы не ищем врагов, говорит Тихановская. Она хочет диалога с Россией, но также убеждена, что у президента Владимира Путина нет реальной стратегии относительно будущего Беларуси. Когда же я ее спросил, готова ли она ко встрече с Путиным в будущем, она ответила, что не знает. Тихановская также подняла вопрос в интервью относительно новых санкций и сказала, что у нее нет амбиций президентских, она видит себя в качестве морального авторитета для беларусов, а страной должен управлять эффективный менеджер. Мы все понимаем, что в качестве эффективного менеджера, безусловно, имеется Виктор Бабарико. Каков же будет итог? Что же самое главное должны сделать штабы в Штатах? Об этом отлично говорит Франк Вичорко в своем интервью «Дождю». Вот, а сейчас беларусы смотрят на Соединенные Штаты Америки. Возможно, США помогут именно мобилизировать международную поддержку. Возможно, США помогут ударить по режиму Лукашенко его пособникам. А какие могут быть конкретные действия? Вот что такое ударить? Что еще можно сделать, чтобы произвести серьезное впечатление на Лукашенко? Ну, в США уже принят закон акта демократии в Беларуси, который является такой скелетом, основой для дальших действий. Он предусматривает введение санкций против Лукашенко, против его пособников, против компаний, которые финансируют режим. Это и калийка, и гефтехимия. И он предусматривает помощь гражданскому обществу. Я думаю, Соединенные Штаты Америки могут проводить такую политику, с одной стороны, давление на режим, показать, что то поведение, которое теперь присуще Лукашенко, оно недопустимо. А с другой стороны, поддерживать, например, СМИ и правозащитников. Он опять подчеркивает необходимость санкций. Прошу обратить внимание, пресловутая калийка и белонефтехимка – особенно выгодные секторальные санкции для Российской Федерации, для российских олигархов соответствующих. Речь идет о спонсировании, о грантах на гражданское общество. И я думаю, безусловно, они будут получены. И о поддержке, соответственно, точно так же грантах на демократические СМИ. И все это будет в связке со штабами. Все как и было, так и будет. Процесс ради процесса. У меня остается один вопрос. Вот это сознательное игнорирование Российской Федерации, интересов Российской Федерации, близкого аншлюса Белоруссии, Российской Федерации, вот эта попытка свести все к черному и белому, которое говорится в интервью Франко-Вичорке, вот это отсутствие просьбы о санкциях для путинского режима и для соответствующих секторов экономики, выгодополучателей от санкций белорусских, как долго это будет хаваться сторонниками штабов и как долго это будет хаваться представителями европейской, американской демократии. Как долго будет не замечаться абсолютно четкие интересы, абсолютно четкое лоббирование в плане Российской Федерации. И как долго будет эта игра в дурку и в когнитивный диссонанс, мы самостоятельные государства, и в нем мы собираемся проводить честные выборы. А Российская Федерация нам в этом может очень здорово помочь. С вами канал Минавита Онлайн. Делитесь этим видео, ставьте лайки. Спасибо всем, кто нам помогает. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Живе Беларусь, слава Украине. Всем пока. Учимся говорить правду вместе.